Наша область вторая в ЦФО после московского региона по объему дорожного ремонта в 2014. Какие магистрали преобразятся в этом году, рассказали на заседании областной администрации под председательством губернатора Александра Михайлова. Также руководство региона обсудило подготовку к сдаче норм ГТО и строительство спортивных объектов. Юлия Комкина поделится информацией. Более 4 миллиардов рублей вложили в дороги за прошлый год. В регионе появилось около 30 километров нового полотна. В Курском, Медвенском, Золотухинском, Курчатовском районах почти 450 километров дорожных лент отремонтировано. Например, началась реконструкция объекта Курск-Шумакова-Полевая с путепроводом через юго-восточную железную дорогу. В прошлом году выполнен объем дорожных работ. В этом году мы должны ввести в эксплуатацию путепровод через железную дорогу. И так называемая наша юго-восточная объектная дорога вокруг города Курска приобретет новый вид и, конечно, новые условия движения. Отрабатывается вопрос о продолжении строительства этого обхода с выходом на южный пост ГАИ. Но сейчас все документы находятся в министерстве на рассмотрении. Вопросы безопасности на дорогах необходимо взять на особый контроль, отметил губернатор. А для этого нужно выйти из сумрака. По освещенности, вот мостовых, где мостовые переходы, населенный пункт, как обстоит дело у нас. На нашей сети имеется в виду. Те линии электропередачи отремонтированы, которые стоят на балансе комитета строительства и эксплуатации дороги. Они эксплуатируются, но новые линии ПК за счет дефицита средств рассматриваются. Надо, чтобы эта часть была тоже у нас соблюдена. Что касается дефицита средств, то знаешь, что дефицит всегда был, есть и будет. Поэтому надо просто, когда планируем что-то строить, учитывать эту составляющую. Это безопасность, это, в принципе, то, что нас требуется сегодня. От дорог к спортивным свершениям. По планам уже в следующем году регион войдет в число 60 субъектов, где внедряются нормы ГТО. Также скоро будет подписано новое соглашение с Министерством спорта на несколько лет. И у нас появится 16 новых объектов. И это далеко не все крупные спортивные объекты, пояснил председатель комитета по физической культуре Александр Марковчин. Мы должны говорить это. Мы должны в 16-м году начать строительство электрикотлетического манежа в городе Курске. Также это по федеральной целевой программе. Мы должны завершить строительство в городе Железногорске, значит, в рамках федеральной целевой программы. Мы должны построить ряд объектов в Курской области, в том числе еще и с «Газпромом». Это отдельная немножко тема. Кстати, в рамках программы «Газпром детям» только в прошлом году в области появилось 20 спортплощадок. Так что курянам есть где готовиться к сдаче норм ГТО.